Я думаю, может быть, было бы хорошо, если бы вы взяли «Коммунистический манифест» Маркса Энгельса. Эта книжечка небольшая, и она проливает свет на вот это. Чем она отличается от этого? Потому что эта книга вначале содержит такое позитивное изложение позиций Маркса Энгельса, а потом критику с этих позиций самых разных представителей, уже умерших, можно сказать. И сами представители умерли, и концепции эти умерли. И поэтому много-много там критики, например, представителей истинного социализма. А этот «истинный социализм» в кавычках, это понятное дело, что это вовсе не социализм. Вот если вы возьмете «Коммунистический манифест», там в чем смысл вообще этого произведения. Разбирает Маркс Энгельс все виды отрицаний капитализма. И вот всякая концепция, которая отрицает капитализм, тогда и называлась социализмом. Социализм – это учение, которое отрицательно относится к капитализму. Теперь начинают они рассматривать и разбирать. Вот посмотрите, я вам так вот примерно накидываю, как можно по какой дороге пойти, а вы почитаете, это и интересно, и полезно, потому что это такое известное произведение, сыгравшее определенную крупную историческую роль, на него ссылаются, опираются. Но я скажу и о том, чего там тоже нету в том произведении. Но это же все произведения, они уже от нас достаточно далеки исторически, правда? Поэтому какие-то изменения прошли, в том числе и в сфере духовной, и в сфере теоретической. И не все они, естественно, вопросы отразили. Так вот, кто не любит капитализм? И вот начнем с того, прежде всего, кто больше всего не любит капитализм? Это кто? Это феодалы. Потому что буржуазная революция отобрала все, особенно французская буржуазная революция отобрала все у феодалов, беспощадно лишила их земельные собственности, и как они должны относиться к капитализму после этого. У них на барщине крестьяне работали, земля была своя, нет у них больше земли, все у них отобрали. Они, можно сказать, стали бедняками. Как они относятся к капитализму, к капиталистическим мучениям? Отрицательно. Поэтому вот это называется социализмом. Отрицание капитализма. Идейное отрицание капитализма называлось социализмом. Сразу можно сказать, что вот по той ситуации, которая сложилась у нас в России, наша буржуазия, российская, она когда сделала буржуазную революцию, она как, землю отобрала у феодалов? Как вы считаете, наша российская буржуазия, вот в февральскую революцию, землю отобрала у феодалов? А? Да. Нет. Не, не отобрала. Вот так она и осталась земля у землевладельцев. То есть в 1861 году крестьян освободили. Это сделали не буржуазией. Это сделал царь. Во-вторых, в этом участвовали декабристы. Представители феодального общества. Опять-таки, опять не буржуазия. Правильно? Декабристы же не буржуазные революционеры. То есть они представители феодального класса, которые по существу встали на буржуазной позиции, выступили против крепостничества за освобождение крестьян, за ликвидацию крепостного права. И царь в 1861 году издал указ об освобождении крестьян. Крестьян то освободили, а вроде как от крепостной зависимости. А землю-то им дали? Нет. У них отрезали всю ту землю, которой они постоянно пользовались. Или лучше сказать, не всю, а отрезались столько земли, что они не могут обеспечивать нормальный хозяйственный оборот. То есть и пашни у них стало меньше, чем они обычно использовали для ведения своего хозяйства. То есть они работали на барщине, с одной стороны. С другой стороны, они после этой работы занимались своим личным хозяйством и кормили свою семью, обеспечивали детей, жену и всех тех, кто кормился с этого хозяйства. Значит, пашни у них отрезали, в лес возможности у них меньше стало ходить. Дескать, лес помещич, а не ваш. Платите деньги, идите в лес. Дальше, там, то, что относится к выгону, где надо скот пасти, надо туда, это у помещика земля. И поэтому они оказались лишенными возможности вести нормальное хозяйство. Все крестьяне были этим возмущены. Все. И средние, и, так сказать, и уже крестьяне, которые были богатыми, и даже кулаки, и бедняки, ну, все были этим возмущены, потому что они вроде как свободные стали, но без средств существования. А средства существования – это земля, прежде всего, которая позволяет им жить. И только в октябре 1917 года большевики своим декретом, который удовлетворил вот эти требования крестьян, а требования крестьян ничего социалистического вообще не содержали. Ну, что такого в том, чтобы разделить, национализировать земли? Что тут социалистическом? Ничего нету. Национализировать землю можно было и при буржуазном строе. То есть, чтобы государство было собственником, а тогда не надо будет арендовать землю, не надо платить земельную ренту, легче хозяйствовать капиталистам, быстрее развивается капитализм. Поэтому сам по себе национализация земли – это еще не есть социалистическая мера. Так, второе. Разделить землю по едокам. Ну, что касается большевиков, они знали, что если вы землю разделите по едокам, то будет то же самое, что у нас потом повторилось вот в 90-е годы, когда взяли и средства производства, наши заводы и фабрики, как бы поровну раздали. То есть, как выпустили ваучеры с легкой руки Гайдара и Чубайса, выпустили ваучеры, и эти ваучеры как бы раздали. У всех был ваучер. А ваучер, говорили, вот у вас… Не взяли, это ваше дело, можете не брать. Можете и сейчас не кушать и умирать. Это никого не волнует. Я тоже не взял, но я думаю, что это не значит, что они не давали. Пожалуйста, иди и бери. Вот, так вот, получили люди право на ваучеры. Хочешь – бери, хочешь – не бери. Как бы право на выделение определенной своей доли. Ну, а дальше эти доли быстренько собрались в руках у очень малого меньшинства. Как их собирать? Очень просто. Наверное, вы знаете, что в 90-е годы по полтора года не платили зарплату. И в то же время приходили люди к приходным заводам и говорили, давайте, хотите кушать, давайте ваши эти ваучеры, а мы вам живые деньги даем. А люди, у которых зарплаты нет и выхода никакого нет, они эти ваучеры отдавали. И потом на эти ваучеры мешок ваучеров соберут, вот эти спекулянты, и идут покупать завод, за ваучер можно было купить завод. И так заводы, заводы, так сказать, другие крупнейшие наши предприятия, в том числе добывающие, оказались в руках очень немногих. Но это было вот в наше время, как оно второй раз повторилось, это второе издание. А первое издание было после Октябрьской революции. После Октябрьской революции, которая провела вот эти деревни, буржуазные меры, повторяю, буржуазные. Ничего там коммунистического нет. Разделила землю по едокам. У вас семья 13 человек, вам 13 частей. У нас семья 3 человека, нам 3 части. У кого 8 едоков, 8 частей земли, так вот всю землю разделили последовательно. Это было проведено очень быстро и решительно после Октябрьской революции. И после этого в деревне стал развиваться капитализм. И развивался до 1928 года, до того, когда начали уже проводить коллективизацию. Ну вот мы эту тему дальше не развиваем, а просто отмечаем, что вот эта мера буржуазная. И поэтому отношения тех, у кого отбирают землю, у феодалов, буржуазная революция, естественно, отрицательная. А раз отрицательная, то идеологи этой самой феодальной знати вовсю критикуют капитализм. Критика капитализма называется теоретическая критика капитализма. Теоретическая или идейная критика капитализма тогда называлась социализмом. Вот что вкладывалось в понятие социализма. Потому что никому в голову не приходило говорить о социализме как обществе. Потому что такого общества не было, и, в общем-то, и Маркс и Энглис тоже еще не говорили. Дальше. Дальше. Кого мы рассмотрим? Дальше мы давайте рассмотрим мелких буржуа. Мелкие буржуа, они любят капитализм или нет? Какова судьба мелких буржуа? При капитализме. Кто такой мелкий буржуа? Знаете определение мелкого буржуа? Ксения Николаевна, кто кого считает мелким буржуа? Правильно будет сказать, что маленький буржуа – это мелкий буржуа? Неправильно. Не маленький буржуа. Мелкий буржуа – это отдельный класс. Который и не пролетариат, потому что у него еще есть средства производства. Лопата, грабли, коса и что-то еще. Может быть, какой-то автомобиль, на котором он переводит помидоры и лук и морковку. И так далее. А? И он трудится своим сам. Сам трудится. Не живет чужим трудом, а трудится сам. Или семья трудится. Но трудится с какой целью? Для обмена. Выходит на рынок. То есть... И вот такой трудящийся, трудящийся, подчеркиваю, который трудится на рынок, называется мелкий буржуа. Точное определение такое. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Вот мелкий хозяйчик, работающий на рынок – это мелкие буржуа. Их тогда было много. И сейчас их много. И все их пытаются как бы им помочь. Но больше помогают так, как веревка помогает этому повершенному. Потому что сплошь и рядом. Ну, значит, эти меры по поддержке мелкого буржуа сводятся к тому, что его, так сказать, изгоняют, не дают ему хозяйствовать и так далее. В итоге мелкий буржуа обычно разоряется, основная масса. А мечта какая у мелкого буржуа? Стать настоящим хозяйцем. Раз он мелкий хозяйчик, работающий на рынок, значит, его мечта – стать настоящим хозяйцем. То есть, буржуа. Ну, и у кого эта мечта осуществляется? У уничтоженного меньшинства. Допустим, один из сотни или два. А остальные 98 разоряются. Кто их разоряет? Капитализм. Раз разоряет их капитализм, как относится мелкий буржуазей к капитализму? Отрицательно. Потому что он не позволяет им мелко... Если кто-то из мелкой буржуазей поддерживает капитализм, это те, кому, как говорится, подфартило. Кто чувствует, что он сейчас, может, станет буржуа, тогда он меняет свою точку зрения. А так основная масса мелких буржуазей относится к капитализму отрицательно. Это вот эти идеологи этой мелкой буржуазии тоже имеют свое учение, свои идеи, свои статьи, книги. И вот эти книги, эти идеи называются «Мелкобуржуазный социализм». А перед этим был феодальный. Так, теперь скажите, пожалуйста, а как вообще буржуазия относится к капитализму? Вы видели кого-нибудь из представителей, вот скажем, нынешней буржуазии в России, которые бы относились хорошо к правительству, к государству? Они все его клянут со всех сторон. Ну вот хотите, послушайте эхо Москвы. Они вечно говорят, вот, безобразие, не то, не так и так далее. Скажем, вот тот же Навальный, он же тоже критикует капитализм. Он что, за то, чтобы построить коммунизм, что ли? Нет. Он тоже, он буржуазный деятель, который не согласен с тем, что вот они у власти, а не мы у власти. Одна группа буржуазии, которая отстранена от власти, она критикует другую группу буржуазии, которая у власти. Точно так же, как, скажем, сейчас в Соединенных Штатах Америки, вот Клинтон не удалось демократам. А демократы представляют одну группировку буржуазную в Соединенных Штатах Америки. А пришли республиканцы к власти во главе с Трампом. И вот этого Трампа в хвост и в гриву критикуют. Соответственно, представители республиканской партии, которые тоже имеют свои позиции, они критикуют демократов, потому что те хотели свои задачи решить буржуазные. И вы не найдете такого буржуа, который бы хвалил буржуазную власть. Они все ее критикуют. А раз они критикуют ее, то есть отрицательно относятся к ней, это какой социализм получается? Буржуазный. Вот смотрите, у нас сколько уже социализма получилось. Первый был это феодальный социализм. Это когда феодалы нападают на капитализм. Второй это мелкобуржуазный социализм. Вот Прудон представитель его. Дескать, собственность это воровство. А капиталистическая собственность вовсе не воровство и не грабеж. А это систематическое изъятие прибавочного труда. Подумаешь воровство, один раз у вас из кармана украли что-то, а тут каждый день вы работать должны. И обеспечивать богатство тех, на кого вы работаете. Есть же большая разница, зачем так упрощать. И вот буржуазный социализм. А есть христианский социализм. То есть вот откройте вы Библию и другие книги священные, и там говорится о том, что вот Бог, он был защитником, Христос был защитником бедных. И там же в той же самой Библии написано, что да легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Так? Знаете это? Слышали, да? Какой вы должен делать богатый? Вот я, допустим, вы бедный, я богатый. Значит, у вас есть шанс попасть в рай. Поскольку вы бедный, а я богатый. У меня шансов попасть в рай нету. Что я тогда должен делать? Тогда я должен делать так. Вы уж тут живите бедно. Вы же все равно потом в раю будете жить. Вам будет хорошо. Поэтому сейчас вы потерпите. А мне все равно туда не попасть в рай. Я сейчас буду жить богато хорошо. Поэтому у богатых остается только одно. Сейчас вас обирать, забирать все. и устроить себе рай земной. А у вас будет рай небесный. Когда у вас не будет зубов, и рта не будет, и глаз не будет, а будет только душа пролетать мимо райских яблочек. Вот вы будете на них посмотреть. А я сейчас их буду хрумать, эти яблочки, закуплю себе сколько надо. И прочее, и прочее. И устраивать видимые, невидимые пиры. Поэтому, с одной стороны, это тоже критика. Капитализма, где скажешь, вот того, что. Христос хотел богатых всех изгнать из храма. Но ничего-то из этого не получилось. Потому что богатые как раз ходят в этот храм и замаливают свои грехи. Поэтому истинные представители религии выступают и говорят. Многие говорят, что Христос – это первый коммунист. Но насчет коммуниста они уже прихватили. Это уже больше, чем в этой работе Маркса Энгелеса «Коммунистический манифест». Потому что, ну, какие коммунисты. Но там вот можно считать, что социализм христианский. Еще какой? Сколько уже мы насчитали? Четыре социализма? Четыре. Феодальный, мелкобуржуазный, буржуазный, христианский. И еще есть один. Утопический социализм. Утопический социализм очень резко от них всех отличается. Он не состоит в критике, а он состоит в том, чтобы нарисовать, как должно быть устроено общество, чтобы всем было хорошо. Это утопический социализм. Эти все критикуют. А на самом деле только они дорвутся до власти, будет то же самое. У феодалов дорвутся до власти, будет реставрация феодализма. Мелкобуржуазия, она быстренько набьет карманы и станет буржуазией. Буржуазия, она укропнится и станет империалитической буржуазией. А церковь, как только дашь ей возможность продавать, закупать папиросы и водку, и здесь торговать, и она будет это использовать для того, чтобы обеспечить общение с Богом более прочное, хорошее. Поэтому она и верно сейчас постарается получить, причем за даром. Это чисто капиталистическая задача. Так вот взять и забрать себе за даром. Смольные уже передали, давайте теперь Исаакиевские дворец. А это же миллиарды стоит. Не дворец, а собор. Собор. Да. Ну вот кто такие социалисты-утописты? Это вот другая публика. Это Сен-Симон, Фурье, Ован. Это те, которые... Ну и другие утописты, которые там... Комес Мор, которые мечтали о том, как вот справедливо будет устроено общество. И они все это так обрисовали красиво, что во многом угадали то, что является будущим человечества. Угадали. Но никаких дорог к этому не было. Ован вообще был капиталистом. И он постарался так у себя на фабрике дело построить, чтобы рабочим жилось хорошо. Но в итоге он имел большие затраты, чем другие капиталисты, и прогорел. А Сен-Симон, он все расписал, как будет здорово устроена жизнь в социалистическом обществе. Но ему не хватало того вот спонсора, который должен прийти и дать ему деньги, и тогда он это все реализует. Но чтобы спонсора не пропустить, он каждый день в 12 часов находился дома и ждал, не придет ли спонсор. Но спонсор не пришел. Ну раз спонсор не пришел, ну может там спрятаться куда-то. И наконец еще один есть социализм, последний, который разбирает Марк Энгельс в коммунистическом манифесте. И это называется он научный социализм. В чем его разница? Почему он называется научным? Потому что те тоже вроде как научно объясняют. То есть как, если мы просто будем спорить, и вы считаете, что у вас научно... Я считаю, что у меня научно... Нет, не в этом критерии научности. Критерий научности в том, что должна быть... А, какая-то дорога к этому социализму. Не как у социалистов, вот описывая мечта. А какой-то путь к этому и ведет. Как Гегель говорил, что должно быть... Результат должен быть вместе с процессом. Нельзя рассматривать какой-то результат без процесса, ведущего к этому процессу. Если этого процесса нет, то и результата нет. Поэтому научным только тогда, может быть, социализм, когда он берется вместе с процессом. Ну и какая сила по этой дороге поведет? Если этой силы нет, а сопротивление этому движению есть, то никакого такого социализма не будет. Поэтому весь вопрос уперся в то, а какая сила, общественная, может привести человечество к этому самому счастливому будущему. И вот в чем, так сказать, зерно, можно сказать, и ядро коммунистического манифеста, это то, что такой силой является пролетариат, рабочий класс. Что он является могильщиком капитализма, а не просто он критикует капитализм, а он его разрушит и на этом месте построит, или с использованием тех богатств, которые добыты еще в лоне капитализма, построит уже другое общество, социалистическое. Вот этот подход с указанием на ту силу, которая ликвидирует, уничтожает капиталистическое общество и создает общество социалистическое, называется научным социализмом. Вот в этом особенность этого самого коммунистического манифеста, которое и дало ему славу. Потому что славу ему, конечно, большую дала история, потому что, ну вот скажем, эту работу, которую мы с вами изучаем, немецкой идеологии мало кто ее изучает и мало ее знает. Поэтому в этом смысле мы привилегированные такие люди, которые смотрят, как до этого Маркс и Энгельс дошли. А они дошли вот до более краткой работы. Написал эту работу коммунистический манифест сначала и Энгельс, который, вот так сказать, незаслуженно как все время забывает, что, я сказать, вот Маркс, Маркс, Маркс. И вот наш курс все время, мы говорили, Маркс, немецкая идеология. И в расписании, и в планах во всех учебных и так далее. Я вот три года бился, чтобы хоть написали Маркс и Энгельс. Ну, в этот раз мне удалось. Пошла на начальника дела кадров. Мне же это записывают в трудовое соглашение, а в трудовом соглашении было написано Маркс, немецкая идеология. Или я должен подписать трудовое соглашение? Тогда я вроде как не знаю, что это за книга. Кто я такой тогда, если я не знаю, как книга называется? Я же на работе, я по конкурсу прошел, подписываю трудовое соглашение. А если я не подпишу, упрусь, скажу, не буду подписывать, потому что ни такой книги нет. Ну, тогда, говорит, пожалуйста, не подписывайте, тогда и не работайте здесь у нас в университете. Ну, вот эту проблему только на третий год я решил. Пошла на встречу начальника дела кадров, и вписано мне в трудовое соглашение все-таки Маркс Энгельс немецкой идеологии. У нас же есть государственный университет. Вот мне записано, я обязан вам преподавать Маркс Энгельс немецкую идеологию. И не могу от этого открутиться. Нравится вам или не нравится, мне нравится или не нравится, вот я обязан. У меня написано в трудовом соглашении. У нас же государственный университет, у нас не просто. Хочешь, предупривай, хочешь, не преподавай. И такой в программе. Вот. Теперь. Чего нет в коммунистическом манифесте? Вот при той славе, которую получил коммунистический манифест, тем не менее, там нету положения о диктатуре пролетариата. Вообще нет таких слов. А потом Маркс Энгельс, анализируя события, так сказать, революционные выступления, которые были и в Европе, и особенно Парижскую коммуну, они поняли, что вот старый государственный аппарат не может быть использован, который был аппаратом эксплуататорским, который защищал эксплуататоров. Его нельзя просто взять и пустить в ход для других целей. Дескать, вот как сейчас некоторые понимают или думают, что мы придем к власти, и у нас будет КПРФ, особенно в этом смысле характерная для этого политическая партия, которая думает, что вот они агитируют, агитируют, потом народ услышит этот зов, проголосует большинством, и что? И, дескать, они тогда поведут страну по пути социализма. И это вот с точки зрения Маркса и Энгельса – это утопизм. Потому что не может старый государственный, буржуазный государственный аппарат, приспособленный для целей защиты эксплуататоров, служить прямо предположенным целям. Строительству социалистического общества. И это Маркс и Энгельс по себе очень сильную заслугу ставили. Они говорили, что мы вот открыли, что только диктатура пролетариата обеспечит, на самом деле, не просто, что вот рабочий класс передовой, что рабочий класс та сила, как написано в коммунистическом манифесте, а только, и это написано вот здесь, в немецкой идеологии роль рабочего класса, да, это написано. Вот отсюда, можно сказать, это перекочевало и в коммунистический манифест. А вот после Маркс и Энгельс это вот подчеркнули, причем есть такая работа у Маркса, называется «Критика Готской программы», германской социал-демократии. И где он говорит, что вот между капитализмом и коммунизмом лежит переходный период, и государство этого переходного периода не может быть ничем иным, кроме как диктатуры и пролетариата. И Энгельс критиковал Эрфордскую программу, когда был съезд германской социал-демократии в Эрфорте. Вот ту программу, которая там принималась, и Энгельс критиковал и говорил, что не может быть перехода к социализму без диктатуры пролетариата. И Маркс и Энгельс вот это, можно сказать, в завершении своей деятельности на это обстоятельство делали самый большой акцент. Более того, мне как-то приходилось зачитывать даже в качестве доказательства того, о чем у нас идет речь. Что вообще сделал? Маркс считает, что он вообще сделал в науке, вообще вот в идейной жизни. И я спрашивал гражданам, так сказать, студентов, выступающих, кто открыл классную борьбу. Вы как бы ответили на этот вопрос? Кто открыл классную борьбу? Ну, классную борьбу. Есть учение о классной борьбе. Кто открыл? Кто создал это учение? О классной борьбе. Вопрос такой принципиальный. Ксения Николаевна, кто учение о классной борьбе разработал? Вы, я, Маркс, кто? Энгельс, кто? Весь класс. А? Весь рабочий класс. Рабочий класс? Ну, весь рабочий класс. Вот Ленин на эту тему специально писал. В работе «Что делать?» Что рабочий класс по своим условиям жизни, он заинтересован в том, чтобы вести классную борьбу за освободение человечества. Но осознание интересов – это выработка идеологии, это вопрос научный. А наукой занимается интеллигенция. Поэтому, если интеллигенция не придет на помощь рабочему классу, рабочий класс не освободится от зависимости от эксплуататоров. Поэтому как раз прямо противоположное Ленин доказывал, что он не сможет рабочий класс сам выработать. Хотя были отдельные единицы, которые даже дошли до диалектического материализма. Например, Иосиф Дизген, кожевеник, немецкий рабочий, самостоятельно выработал, разработал, дошел до основных положений диалектического материализма. Но это, так сказать, скорее исключение, чем какое-либо правило. Многие, вот если вы хотите проверить, можете взять второлеву и всегда пристать к людям и спрашивать, а кто разработал теорию классовой борьбы. Вам непредвзятые люди, скорее всего, скажут Карл Маркс. И раньше говорили, что Маркс разработал теорию классовой борьбы. И Маркс в остаток своей жизни не успевал и даже никак не мог опровергнуть это утверждение, потому что оно не соответствует действительности. А он его только и делал, чтобы опровергал. Но поскольку у нас с вами все-таки разговор тут не на площади, а в университете, то все, что я говорю, я тоже должен доказывать. А не только вы должны доказывать у меня на зачете. Правильно? Вот смотрите, у меня в руках документ Маркса Иосифу Вейдемейеру в Нью-Йорк. Ну, а Маркс пишет из Лондона. Он, как известно, в Лондоне сидел, писал свой капитал. Лондон, 5 марта 1852 года. Письмецо. «Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Не принадлежит. Буржуазные историки задолго до меня и изложили историческое развитие этой борьбы классов задолго до меня. А буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое. Что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе. Что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Диктатура пролетариата к курсивам. Третье. Что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Это письмо в томе 28-м собрания сочинений Маркса Энгельса, страница 424-427. Так что это за буржуазные историки? Это французские буржуазные историки. Тьерри, Минье и Гизо. То есть вы можете там на эти фамилии набрать, скажем, в поисковике и узнать, что они писали. Тьерри, Минье и Гизо. И почему они вообще выступили с этой позиции? А выступили они, исходя из интересов борьбы буржуазии за власть. Исходя из классов борьбы между буржуазией и феодалами. Феодалы, когда они почувствовали, что близится буржуазная революция во Франции, они должны были сначала теоретически защититься от этой революции и старались это сделать. Поэтому феодальные историки начали выступать с такими статьями, работами теоретическими, что руководить обществом, управлять могут только образованные, благородные. Вот у вас папа не граф? Нет? Всё, значит, вы нет. Или у меня тоже папа не граф? То есть мы с вами не можем управлять. А вот, наверное, там товарищ, он очень солидный сидит, у него, наверное, папа граф. У него князь? У него князь? Вот он может управлять. Короче говоря, управлять им государством. И вот они и с этим выступили. И тогда в полемику с этими феодальными историками вступили Хеременье и Гизо и стали доказывать, но они не могут же прямо доказывать, что буржуазеи тоже могут быть. Так это так не очень смотрится, что они прямо так вот только и про буржуазеи говорят. Нет, они в общем плане говорили, что могут и другие классы руководить обществом. Не обязательно только буржуазеи. Им же нужно было как бы провести народную революцию, а буржуазная революция и была народной. Почему? А потому что она освободила народ от крепостной зависимости. Поэтому это народная революция. И хотя в результате этой народной революции установилась диктатура буржуазии, это второй вопрос. Но она подняла вообще к политической жизни вот это крестьянство крепостное. И в результате этой классовой борьбы, когда и буржуазия один класс, и крестьянство, сословие феодального общества два, и рабочие те, которые тогда уже, раз была буржуазией, тоже появились, все они, все представители всех трех классов, они еще только нарождались, там, например, рабочий класс, они все выступили против феодалов. Можно сказать, народная революция. И в итоге этого борьбы утвердилась, и в итоге что? Диктатура буржуазии. Ну, под названием народное государство. Поэтому, когда вам скажут народное государство, это, имейте в виду, это зашифрованная диктатура буржуазии. Вот что это такое. А кто такие вот буржуазные экономисты, которые изучили экономическую анатомию класса, вы представили ее? Ну, это Адам Смит и Рикардо. Давно. Вспомните, Евгений Онегин Пушкина, там главный герой читал Адама Смита, а Пулей не читал. А Адама Смита читал. Так что это было все в ходу. Поэтому, когда сегодня люди начинают рассказывать, что Маркс создал теорию классовой борьбы, ну, это люди просто безграмотные. И можно сказать, я это проверял многократно, громадное большинство, можете проверить, пойдите вот в перерыве, скажите, я тут ничего не понимаю, забыла. Кто вообще открыл теорию классовой борьбы? Вот так, подойдите. Прикинуться надо. Чем-то глупенько такой сказать. Знаете, что-то я вот не понимаю. Кто вот это? Я так иногда прикидываю, когда спрашиваю, не помните определение точки? Я давно уже математикой не занимался. Хоть я и кончил матемик, но уже забыл. Вы не помните определение точки? Вот начинают. А вы не помните, кстати, определение точки? Нет? Ну, я не помню. А знаете, почему я не помню? Потому что нет определения точки. Вы не раскрывайте, пусть ищут. Ищут, ищут. Это самое первое понятие, оно безнеопределяемое. Вот такая история. То есть, тогда у вас будет… Это вот что такое анализ классических текстов? Вы же какой-то должны свет такой пролить на этот текст, чтобы в этом свете этот труд получил какое-то значение или звучание. Это вот, скажем, точка, с которой началось развитие теории диктатуры пролетариата и теории классовой борьбы в известном мире. Но это, что касается самой классовой борьбы, это не Маркса дело и не Энгельса. Это раньше до них было сделано. Но вот то, что теория диктатуры пролетариата отсюда ведет отсчет, можно. Это вот первая работа, где говорится, что вот только этот класс и может совершить коммунистическую революцию. Вот об этом уже говорится. А в чеканном виде, уже в таком ярком, это в коммунистическом манифесте. Поэтому правильно будет такой анализ. Мы берем более развитые и тогда смотрим на неразвитые. Вот у Энгельса даже такое есть высказывание о том, что нужно, если вы хотите разобраться в более раннем, надо посмотреть, куда это приведет, к чему. Например, он говорит, что анатомия человека есть ключ к анатомии обезьяны. То есть, если вы будете обезьяну изучать, вы там некоторые моменты не увидите, потому что они в неразвитом виде. А если вы человека будете изучать и потом смотрите, а есть такое у обезьяны, вы увидите у обезьяны то, что у нее бы не заметили, а теперь вы заметили. Потому что она потом развилась до такой формы, которая в явном виде проступает у человека. Физиологи могут вот так изучать обезьяну, изучая человека и с этой точки зрения разглядывать. То есть, посмотреть более развитую форму и посмотреть на неразвитую. Эта книга же, они же даже ее не опубликовали. Вы обратили внимание, когда она была опубликована, эта книга? Нет? Она была в советское время опубликована Институтом марксизма и ленинизма при ЗК КПСС. А сами Маркс и Энгельс говорят, что мы вот там выработали свое мировоззрение и придали ее критике, грызящей критике мышей. И вот тут есть иллюстрация в этом томе. Кусок рукописи, прямо фото, обгрызенный. То есть, когда они говорят грызющие критики мышей, это не просто образ. На самом деле, там, часть страниц мыши съели. И поэтому, вот, съеденная страница здесь отсутствует. Ну, мыши, в общем, читали раньше, чем вы, по крайней мере, чем я. Тут мы с вами заодно, так сказать, мы опоздали. А мыши вот пришли. Сразу непосредственно рукопись, как она поступила. Вот свежая рукопись. Уже можно грызть. А нас все призывает грызть гранит науки. Гранит ты будешь грызть, ты же все зубы по себе испортишь. А мыши бумажку. Светляй, это же натуральное все. Это не пластмасса же? Вот. Ну, вот, я думаю, что если вы с такой позиции попробуете подготовить доклад, будет доклад очень интересный. Ну, я думаю, я тогда выполнил какую-то свою роль, вам какой-то совет дал. Я должен же вам совет отдавать, если я считаюсь преподавателем, правильно? А вы человек свободный. Хотите, принимайте эти советы. Хотите, не принимайте. Зато вы не скажете, что я вам ничего не рекомендовал, вообще ничем не помог. Ну, что-то я вам что мог, то и старался сделать. Вот. А вы, как бы, все свободны в том, что вы еще, может, что-нибудь придумаете, и какие у вас есть мысли. И хотелось бы, чтобы, ну, вот, в своих выступлениях было больше, действительно, больше самостоятельности. Такой какой-то взгляд у вас есть. Потому что в чем есть интерес? Интерес, ну, в том, что нас с Марксом Энгельсом разделяет такой большой период исторический. И возраст нас разделяет. Поэтому этот взгляд, конечно, интересен как раз. Что думали там современники Маркса про Маркса? Это не так интересно. А что вот сейчас думают люди? Причем мы попали в воле и судеб опять в такую ситуацию, когда у нас на дворе капитализм. Поэтому мы сблизились с Марксом Энгельсом. Вроде как раньше было, вот, если бы взять мои студенческие годы, получилось так, что, о, это за Марксом Энгельсом. Они про капитализм писали, у нас социализм. А у нас социализм разрушился, поэтому у нас снова капитализм. Так что вы к нему ближе, чем я. В известном смысле. Правда? Ну, и Маркс жили с Энгельсом, и вы живете при капитализме. Ну, как бы новый Маркс и Энгельс. И вам, как говорится, начинать думать на эту тему и обдумывать, сделать бы жизнь с кого. Поэтому это вот задача для вас самая такая интересная. Ну, а что касается нашего поколения, нам повезло. Мы бы пожили и при социализме, и при капитализме. Хотя Маркс, когда он предисловие писал капитал, он написал, что вот в других науках всякие эксперименты проводятся. А тут мы не можем проводить политэкономии эксперименты, поэтому должны пользоваться методом абстракции. А тут в СССР, в России проведен эксперимент. А что будет, если перейти снова от социализма к капитализму? И вот мы можем анализировать, чем этот эксперимент закончился и во что он вылился. Хотя некоторые вещи вот на поверхности сразу. Например, в 90-х годах у нас всё время была рождаемость всегда выше смертности, да? Если вы возьмёте статистику, рождаемость выше смертности вот так шла. Вот одна кривая, вот эта рождаемость. А смертность вот так, она вниз шла. А это так. А начиная с 90-го года рождаемость вот так шла вниз. А смертность вот так. И они пересеклись. Пересеклись и сейчас дружно, так, где-то на одном уровне. Сколько умерло, столько и родилось. И поэтому вроде бы и хотел бы, там, скажем, наш президент или премьер встать и сказать, вот во время нашего, так сказать, правления рождаемость сильно обогнала смертность. Но, к сожалению, вот с этим никто выступить не может. И получается, что рады мы, если к нам приедут теперь из стран, которые входили в состав раньше Советского Союза, да, гастарбайтеры, вроде как у нас и... Или те русские, которые оказались за пределами России. Сколько за пределами России оказалось русских, которые жили в Советском Союзе, а теперь оказались в других странах, не в России. Как вы думаете, сколько человек? Ну, жили люди в Узбекистане, в Латвии, в Литве, в Казахстане, в Хиргизии, в Туркмении. Да? Везде они были. В Грузии, в Армении. Сколько их было? Русских, которые жили не в Российской Федерации, не в РССР. Не знаете, сколько? Сказать? 25 миллионов. И вдруг русский народ, такой большой, крупный народ, оказался разделенным народом. Раз и... Так сказать, по нему вот эти преобразования прошли, как это, перестройка и реформирование прошли, вот таким образом, что оторвали. И как вот сейчас пишут в газетах, особенно же и с терактом, который был. Вот как так человек из Оша, из Киргизии, из такого места, где вообще террористы выходят в большом количестве, быстренько ему сделали российское гражданство. А вот русские, если оттуда просятся получить гражданство из этих республик, годами не могут получить российское гражданство. И вот сегодня в газете один товарищ ставит вопрос, что я вообще требую, чтобы вы разобрались, что там за люди, нет ли у них больших денег, у тех представителей этих органов, которые занимаются выдачей права на гражданство, которые вот этому террористу обеспечили такое быстрое прохождение. Раз, и он уже гражданин России, а другие там никак не могут получить. Русские не могут получить. Из той же самой, может быть, Киргизии. А вот тут, пожалуйста, раз-два и готово. Остается только слепить эту мину. Ну вот такого рода соображение и такого рода задача. Ну теперь вам только остается поклясться, что вы к следующему разу сделаете доклад, подготовите. Да? Клянетесь? Нет. Почему вы не оконяете? Ну, взяли бы это, да, что-нибудь все. Как это раньше? Кровью там раз, пальчик себе, и тут расписывается кровью. Я такая-такая обязуюсь. Ну, тогда я буду надеяться, что вы оправдаете доверие. Я что мог вам в порядке помощи посоветовать, я вам посоветовал. Вот. Это не значит, что это исключает какие-то другие варианты. Если у вас какой-то еще есть другой вариант, вы убьете другой вариант. Ну, вот это интересный такой доход. Почему? Это вот тот самый принцип, что мы оцениваем менее развитые через более развитые. Я уже говорил, например, о таком, о одном из положений, которое к современному капитализму вообще неприменимо. Например, у Маркса и Энгельса здесь написано, что революция коммунистическая, она произойдет одновременно во всех передовых странах. Написано. Вот этот вопрос Ленин рассматривал значительно позже. После того, как он написал книгу «Империализм как высшая стадия капитализма». И он выяснил, что настолько неравномерность развития выросла, связанная с товарным характером производства, что это не только неравномерное развитие отдельных предприятий, отраслей, но это неравномерное развитие стран. Настолько неравномерное, что невозможно, чтобы сразу во всех передовых странах произошла социалистическая революция. Невозможно. То есть, будучи продолжателем дела Маркса и Энгельса в теории, он категорически высказался против этого тезиса. И сказал, что этот тезис недействителен для второй фазы, или для второй стадии капитализма. То есть, этот тезис был верен для капитализма свободной конкуренции, при котором жили Маркс и Энгельс, но он не верен для империализма. И он это в двух работах. Вот я сейчас говорю о том, что пока в сознание не вошло. Вот по всякому случаю, среди тех, кто считает себя марксистами, особенно троцкисты, они все кричат о мировой революции именно в таком ключе, как Маркс и Энгельс писали. Сейчас, сейчас, подниматься. Значит, в передовых странах рабочие сделают сразу, значит, мировую революцию. А Ленин в работе «Военная программа. Пролетарская революция» пишет, что не может быть одновременно революции во всех передовых странах в силу неравноверности развития. И не созревает революционная ситуация. Поэтому революция может победить в одной отдельно взятой стране. А еще в одной работе, которая называется «О лозунге Соединенных Штатов Европы». Очень актуальный, потому что сейчас Европу трясет, а англичане выходят из этих Соединенных Штатов Европы. То есть Евросоюза, как он сейчас называется. Греция и Испания переживают очень нелегкие времена, потому что они там беднее и беднее. Да и Италия. А жируют там Германия и да Франция во всем этом Евросоюзе. И вот в этой работе, которая больше известна как работа, где Ленин написал, что этот лозунг Соединенных Штатов Европы или он невозможен, или реакционен. Так ставится вопрос. Ну а вопрос о революции он как бы здесь не стоял. А там у него определения даются в мировой революции, в новом понимании. Это эпоха бурных потрясений, острейшие классовые борьбы. Революции и контрреволюции. И революции в отдельных странах. То есть мировую революцию надо понимать как цепь революций, которые идут по мере созревания. А не по одному, так сказать, зову, дескать, давайте все поднимемся, пролетарии всех стран. Вы, пролетарии всех стран, соединяетесь и поддерживаете все страны, в которых революция проходит. А не так, что вы сразу все пролетарии всех стран по мановению. Как забастовка не может быть обеспечена без созревания предпосылок на разных предприятиях. Поэтому все попытки создать какой-нибудь единый забастовочный комитет, который предпринимались и который объявлялись, ни к чему не приводили, кроме всякой пустой болтовни. Так и тем более не может быть никакой мировой революции сейчас, что вдруг решили делать мировую революцию. Ничего из этого не выйдет. Скажем, сейчас мы наблюдаем. Какую цепь мы наблюдали? Революция произошла сначала в России. Зачем Советский Союз наращивал силы, а его пролетариат других стран защищал? Кто спас Советскую Россию от войны 14 государств? В самом начале, прежде чем началась гражданская война, сначала началась война 14 государств. Первая Румыния напала в Союзных России. Да. И вот 14 государств набросились на Советскую Россию. И неужели Советскую Россию не задушили бы 14 государств? Надо понимать, что это можно было бы делать. Но сразу во всех этих самых странах европейских пролетариат этих стран и, соответственно, его руководители, они подняли движение руки прочь от Советской России. И как только туда стали поступать войска, так сразу стало развиваться революционное движение бурное в этих странах. И все буржуазные государства убрали свои войска из России, чтобы у них не началась революция. Такая же, как в России. То есть, можно сказать, что пролетариат Европы, осуществляя вот этот лозунг «Пролетария всех стран, соединяйтесь!» Этот пролетариат Европы спас Советскую Россию и выполнил свой пролетарский интернациональный долг. А потом Советский Союз начал выполнять свой интернациональный долг. А именно в 1921 году произошла революция в Монголии. Как вы думаете, поддержал Советский Союз революцию в Монголии? Помогал он монгольским трудящимся создавать социализм? Если бы он не помогал, там вообще не было бы, не удалось бы даже создать переход к социализму по той простой причине, что там слабо еще была развита промышленность. Монголия не была такой развитой страной. И поэтому можно переходить к социализму только при поддержке передовой, более развитой страны. Поэтому в Монголии свершилась социалистическая революция в 1921 году. А затем, после войны, Советский Союз оказал поддержку всем революционным движениям, всем революциям, которые в мире были. А именно, это в Европе, во всех потом уже составших социалистическими странах, это и Венгрия, и Болгария, и Румыния, и Албания, и Югославия. Да? Всем, во всех этих странах. И БДР, Чехословакия. Во всех этих странах совершилась социалистическая революция. И во всех почти мирным путем. Потому что... Польша. А? Польша еще. Ну, а еще и Польша, да. Я всех не перечислишь, их очень много. И вот эти же самые, кого я не перечислил, страны, и кого перечислил, поскольку все-таки они своих сил, может быть, не так много вложили, как в свое время рабочий класс России в это вложил, то они вместе с разрушением Советского Союза и социализма в СССР, и они потеряли тот уровень, который у них был в развитии, в движении к социализму. Скажем, в Чехословакии социализм был построен, он разрушен, в ГДР социализм был построен, разрушен, в Польше социализм не был построен, там и так и не была проведена коллективизация, поэтому там застряла, это Польша на пути между социализмом и капитализмом, застряла, потому что они не собирались коллективизировать сельское хозяйство, поэтому там контрреволюция имела самой прочной основу в Польше. А вот если вы возьмете, и уже когда у нас был Ельцинский период в Советском Союзе, в этот период удалось задавить социалистические тенденции в Анголии, Монголия потеряла, так сказать, переход от капитализма к социализму. Ну и в итоге можно сказать, что вот, так сказать, то, что было тут в Европе, все вроде бы как и пропало. Но после войны на другом краю земли, который начал только подниматься, это Китай, многомиллионный, в нем произошла революция в 1949 году, поскольку она произошла в результате очень тяжелой борьбы с Гоминьданом, которую возглавила Коммунистическая партия Китая, и в этой борьбе Советский Союз постоянную помощь оказывал оружием, прежде всего, и специалистами, оружием таким, которое было отобрано у японцев, потерпевших поражение от советских войск, а также и тем оружием, с которым приехали наши войска, чтобы воевать с Японией. Поэтому китайские войска, которые воевали за социализм, они были прекрасно вооружены, и поэтому им легче, намного легче разбить противостоящие им силы при поддержке Советского Союза. И еще раньше произошла революция в Корее, и в Корейской народно-демократической республике была бы уничтожена, если бы не поддержка Советского Союза и Китайской Народной Республики, которую поддержал Советский Союз в свое время. Вы знаете, не только это была помощь в революции, но была помощь еще и в 1953 году, когда началась война в Корее. 1953-м. А? В 1953-м закончилась в Кремле. В 1953-м. Она пришлась три года зашла. Ну, и когда она началась? Раньше началась? В 1951-м? В Крущеве закончилась. Ну, она началась в 1953-м году. В 2010-м. В 2010-м. В 2010-м, да? В 2010-м году. То есть, в 50-х годах война корейская, в которой, конечно, показали, помогли корейскому трудящимся и Китай, и Советский Союз. Вьетнам. Сейчас во Вьетнаме 90 миллионов человек. Это крупная социалистическая страна. Преволюция во Вьетнаме натолкнулась на колоссальное сопротивление. Там были французские колонизаторы, потом их заменили американские войска. Ну, и с помощью Советского Союза и Китая Вьетнам победил Соединенные Штаты Америки. Вот это, кстати, надо иметь в виду, что вот Америка, ну, кроме того, что она победила Мексику, когда прирезала себе территорию к Соединенные Штаты Америки, она, в общем-то, ни в какой войне сама не победила. А вот Вьетнам победил Соединенные Штаты Америки. Поэтому, хотя мускулами играют вообще Соединенные Штаты Америки, но они за всю историю не показали того, что они самостоятельно могут с кем-то последовательно сражаться и победить. Лаос в 1975 году непосредственно ему Советский Союз не помогал, но ему помогала Китай и Вьетнам, которым помогал Советский Союз. Куба 1957-59 годы. Революция победила на Кубе при колоссальной поддержке Советского Союза. То есть, можно сказать, что вот этот пролетарский интернационализм, этот цепь революции, который обрисовал Ленин еще в работе о лозунге Соединенных Штатов Европы, когда говорил, что такое мировая революция, он вполне реализовалась на практике, на мировой революционной практике, вот она мировая революция, вот она идет. А сегодня она еще выражается и в том, что темпы роста социалистических стран экономического выше намного, чем темпы роста капиталистических стран. В капиталистических странах двадцатка собиралась и приняла для себя судьбоносное решение, надо развиваться темпом роста не меньше двух. Ну и как? Вот например у России, которая входит двадцатку, не нулевые темпы роста. Поэтому это решение им не помогло. А в Китае темпы роста шесть с половиной процентов, гораздо в три раза больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Поэтому при том, что ну скажем треть населения земли примерно нет, ну чуть поменьше, меньше даже четверть и живет в социалистических странах, а именно миллиард пятьсот двенадцать миллионов живет в социалистических странах, а из семи миллиардов населения страны земли. Но темпы роста экономики соц. стран выше и соотношение сил постоянно меняется. В том числе совсем недавно в четырнадцатом году на первое место по объему волового внутреннего продукта вышло уже не Соединенные Штаты Америки, а Китайская Народная Республика. И она сейчас производит семнадцать процентов мирового ВВП, тогда как Соединенные Штаты Америки производят лишь пятнадцать процентов мирового ВВП. Вот значит это вот можно сказать, что это своего рода конструктивная критика или анализ то, что мы с вами должны делать. Вот Ленин проделал анализ этой работы и сказал, что вот это положение о мировой революции она неправильная. Что это не будет детищем сразу во всех передовых странах. Неправильная. То есть он не просто отмел сказал, что это устарело, а он объяснил, что это этап другой. На том этапе это было правильное положение, пока был капитализм конкуренции, а на этом этапе нет. И это подтвердилось. Вот эта критика, которую Ленин дал, вот этого положения Маркса Энгельса. Хотя можно сказать, что он наиболее последовательный сторонник позиции Маркса Энгельса, но только настоящие сторонники могут дать конструктивную критику и показать устарелость каких-то положений. Вот мы с вами рассмотрели положение о диктатуре пролетариата, которая здесь отсутствует. И положение мировой революции, которая тоже в таком виде, как здесь изображено в этой книге, устарела. Я считаю, что это под понятие анализа подходит. Вы анализируете и говорите, что верно, что можно прямо отсюда брать и использовать. Ну, можно сказать, что некоторые термины здесь, например, форма общения они говорят. Потом Маркс от этого отказался. Капитально он говорит о производственных отношениях, а не о форме общения. А здесь форма общения, форма общения, как будто у нас форма общения, мы вот общаемся. А речь идет о производственных отношениях на самом деле. Потом, позднее, он уже употреблял именно эту форму. Вот третий момент. Ну, если вы еще что-то увидите. Ну, и потом, если здесь говорится о социализмах только как, о неких концепциях антибуржуазных, антикапиталистических, то сейчас можно говорить о социалистических странах, как о странах, в которых произошла социалистическая революция, установлена диктатура бутериата и идет процесс перехода от капитализма к коммунизму. А в одной стране, в КНДР, уже первая фаза коммунизма, то есть там переходный период завершился, там нет частной собственности. Частная собственность уничтожена. А унесет частную собственность, нельзя просто взять и ее, как говорится, сжечь, сломать, разбить. частную собственность, это же не объекты собственности, наоборот, надо сохранять все богатства и передать их в общественную собственность. И это сделано только в КНДР, когда кроме общественной собственности других форм собственности там нет. Ну, я не имею в виду личную собственность, скажем, личная собственность остается, речь об общественной собственности на средства производства. Ну, давайте на этом мы завершим, а вы подумайте, вот, как сделать, построить свой доклад, и я надеюсь, что вы оправдаете доверие нашего университета. Даже вообще у нас мы дошли до каждого, мечта была всегда, чтобы дойти до каждого отдельного студента. Вот у нас наконец-то наступило время, когда вот я с вами занимаюсь персонально. Так только занимаюсь аспирантами, знаете, да? Аспиранты научно руководить. Так что давайте поблагодарим тех, кто не пришел. Вот, нам их жалко с вами. Вот, а у нас с вами вот, так сказать, на уровне обучения в аспирантуре сегодня прошло занятие. Поэтому я вам желаю успехов. Ну, вы можете еще и посмотреть. Вы, наверное, видели, нет? Наши занятия записываются. Видели, да? YouTube, канал Фонда Рабочая Академия. Пожалуйста. Всего хорошего. Редактор субтитров Корректор А.